Всем привет! С вами Роман Тублянский и сегодня мы будем делать качественный контент. Это черно-белый влог, пятый, последний выпуск. Узнаем. А пока мы гуляем по стадиону, стадион готовится к матчу, я расскажу вам о том, что произошло за то время, пока меня не было. Футбольный клуб Тосно объявил о подписании двух киберфутболистов, которые будут защищать честь футбольного клуба на международной арене и на территории страны. В последнем туре Тосно проиграл Уралу 3-1. Комментировать судейство я, наверное, не буду. Молодежная команда Тосно победила Ахмат сегодня 2-1. Парни отыграли со счета 0-1. Да, простите, я немножко не выспался, потому что вчера вышла новая часть футбольного симулятора FIFA 18, и я всю ночь пытался привести Тосно к победе в Лиге Чемпионов. Вот здесь после матча проходит пресс-конференция главных тренеров. Сейчас здесь готовится пресс-конференция со спонсором нового, Кнауф. Да, у Тосно появился новый спонсор, и вот тут такая футболочка. Пока футболисты за моей спиной пытаются трогать газон, я расскажу вам все-таки, почему этот влог будет последним. Это пятый юбилейный последний влог со стадиона Петровский. Это не значит, что черно-белые влоги прекратятся. Возможно, я еще буду снимать на выездах, но я думаю, что на Петровском это последний выпуск, который мы снимаем. Очень большое спасибо за ваши просмотры, я надеюсь, что я делал все это не зря. Друзья, я знаю, что вас много, армия болельщиков Тосно, нас действительно очень много, но почему вы так редко ходите на стадионы? Друзья, приходите на стадион, игрокам очень нужна ваша поддержка, вместе мы Тосно, мы одна команда. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Очень приятно, у меня Роман. Вы в черно-белом влоге. Вы хотели туда попасть? Не знаю. Скажите, вы предприниматель? Нет. Я коллекционер. Что вы коллекционируете? Футбольные программы. Историю Ленинградского, Санкт-Петербургского футбола. Вы за Тосно болеете? Вы коллекционируете и продаете или как? Нет, я только коллекционер. Я помогаю футбольному клубу Тосно. Скажите, почему вообще, в чем интерес, почему зрители, болельщики должны покупать программу? Вообще люди, ходя на футбол, должны знать, кто играет, как играет. И оставить себе на память, что он был на таком-то матче. Скажите, вы смотрите кино? Ну, любите кино? Ну, да, естественно. Нет, не скажите, я же не первый, кто вам говорит, что вы очень похожи на Михалкова. Нет, мне никто не говорит, что я похож на Михалкова. Ну, похожи ведь. Вот болельщики в комментариях напишут и не дадут мне соврать, что очень похожи. Наверное. Может быть, похожи, не знаю. За Тосно вы давно болеете? С самого начала. Немного знакомых. Если вот у вас есть возможность обратиться к болельщикам вот туда и что-то им сказать, что вы скажете? Приходите на футбол и болейте за Тосно. И покупайте программки. И покупайте программки футбольного клуба Тосно. Короче, мы подводим итоги и благодарим тех, кто делал контент для всех пяти выпусков. Ты знаешь, в каком количестве выпусков ты был из пяти? Слушай, я думаю, в трех. Я должен сказать правильный ответ? Да. Санжи тебе не было, а во всех остальных ты был. Поэтому мы в четырех. Вот этот пятый выпуск. Одна треть будет только ты и я. А давай я вот здесь сяду? Да, меня лучше. Тогда я кричу гол. И сидим ждем? Гол? Да. Как люди становятся дикторами Тосно? Конкретно Тосно? Ну, как ты стал? Я? Ты знаешь, я, наверное, очень сильно хотел быть диктором. Если не уходить совсем в юмор, хотя у тебя, так я понимаю, юмористическая все-таки программа. Не, у нас юмористический и познавательный. Мне кажется, что сегодня все-таки я немножко познавательно хочу поговорить. Давай. Хорошо, тогда так, давай. Почему диктор? Почему диктор? Почему не футболист? Ты хотел быть услышанным? Слушай, я очень сильно хотел вот отсюда, именно с этой точки смотреть футбол. Хорошо, но понимаешь, я тоже сидел на трибуне и в какой-то момент понял, что не хочу сидеть на трибуне, хочу сидеть здесь. Почему здесь? Вот там двумя рядами ниши ложа прессы. Почему не там? Вот там ходят корреспонденты Матч ТВ, снимают репортажи. Почему не там? Ходят какие-то люди с селфи-палками, какие-то влоги, еще что-то. Почему не там? Почему диктор? Каждому свое место, наверное, все-таки, да. Там, где сидят журналисты, для меня места пока не нашлось. Зачем я буду занимать чужое место, если у кого-то писать получается лучше, нежели говорить, да. Мне кажется, что у меня говорить получается чуть-чуть лучше, чем писать. А сейчас я всем докажу, что я честный человек. Пойду и подарю билеты Дане, который в прошлом выпуске черно-белого влога начеканил больше, чем я. Я предлагаю тебе пари. Я поздравляю тебя с победой. Два билета твои. Я выполняю свое обещание и пойду, подарю ему два билета. Я честный человек, это Даня. Да, здравствуйте. Я дарю ему два билета за то, что он обыграл меня. Он жонглирует почти как... Кто круче всех жонглирует? Роналдо. Ну, почти как Роналдо жонглирует, но я почти как Даня. Хочешь, я тебе дам сейчас билет? Еще один, третий. И ты его кому-нибудь подаришь, просто кому хочешь. Да, хочу. Отлично. Все же с билетами уже, наверное. Ну, почему? Вон, как-то. Вот там кому-нибудь отдашь. Окей. Главное, не продавай. Просто так, нет, просто бесплатный билет. Ничего, мы ничего не просим, он пригласительный, бесплатный пригласительный. Ну, давайте. Ну, давайте. Все, просто вам подарок и все. Спасибо. Все. Доставщик. Кстати, пока нас не было в эфире, Тосна обыграла Тюмень в гостях в матче Кубка России по футболу и прошло в следующую стадию, в которой встретиться с Томью. Жеребьевка уже прошла, дома матч с Томью, все приходите и болейте за Тосна. Я думал, что ты уже вместо меня тут говоришь. Команды Тосна и команда Ахмат. Всем привет, Никита Амелин, киберфутболист футбольного клуба Тосна. Никит, только что вы крутили по стадиону твой ролик. Футбольный клуб Тосна подписал тебя и кавычу. И Егора Измайлова. Как киберфутболисты вы теперь представляете Тосна. Какие эмоции ты испытал сейчас, когда показали вот этот ролик? Ну, честно говоря, эмоции очень хорошие, положительные и серьезные. Потому что когда на родном стадионе, Петровском, показывают тебя крупно, но очень приятно, не знаю, внутри что-то сколыхнулось, скажем так. Ты уже играл за Тосна в Тюфу? Да, да, вчера как раз таки занимался этим. Я всю ночь сегодня играл в Тюфу, я не высвался, но я играл. Кто по скиллам, кто вообще самый в Пифе бил тебя, кто больше всех? Ну, меня больше всех впечатлил, пожалуй, Володя Быстров, потому что он до сих пор еще очень-очень быстро в Пифе. И как фланговый игрок, конечно, его можно использовать очень продуктивно. Объяснить тем, кто не понимает, что здесь происходит, и кто ты такой, и кто такие киберфутболисты, вот в двух словах, что ты делаешь и почему это, почему тебя подписал Тосна? Я играю в спортивный и футбольный симулятор, называется он FIFA, это самый популярный из футбольных симуляторов в мире. Этот вопрос уже стал одним из наиболее популярных в моем влоге, какая твоя любимая кричалка Тосна? Сейчас пойдем и попытаемся пройти за ворота, за ворота вратаря команды Ахмат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я поздравляю всех болельщиков Тосна с этой победой, это заслуженная первая домашняя победа Тосна. От себя хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал Тосна сегодня на стадионе, здесь сегодня действительно было классно, было интересно, было весело, было жарко. И большое спасибо вам за то, что ставили лайки, поддерживали, подписывались за ваши комментарии, большое спасибо за положительные, отрицательные. Спасибо за ваш отклик, за ваше внимание, за вашу поддержку. Подписывайтесь на Тосна ТВ, с вами был Роман Тубянский, пока!